22 марта была пятница все-таки учеба и после трех пар и поехал в Москву. И там уже назначили меня контролер билетов, поставили на позицию лифта второго этажа. Никакого предчувствия не было, делится Влад. На посту стоял, как обычно. Телефоном на смене пользоваться нельзя. Но именно в этот день Владислав правила решил нарушить. Проверил время. Часы показывали 20 часов в 3 минуты. Хлопок произошел. Я подумал, что-то не так. Упало что ли? Там со второго этажа можно было подойти и выглянуть вниз. Я вниз смотрю, а там двое человек с оружием. Немножко удивился. Через 5 секунд по рации нас там было двое на позиции. Так как я старше был у себя, мне рацию дали. Сказали стрельба и эвакуация. Пришлось подниматься на третий этаж, потому что вниз идти не вариант, а не под нами. Куда? Действовал строго по инструкции. Времени не терял. Понимал. Каждая секунда на счету. Обыскал ближайшие служебные помещения. Нашел лестницу. С нами в этот момент туда заходили еще и зрители. И мы открыли ту дверь, стоим на лестнице. И я разговариваю с мужиком, говорю ему, нам надо вниз. Он говорит, ну понимаешь, если мы сейчас пойдем вниз, нас там убьют, поэтому мы идем наверх. И он забрал моего напарника, и они все пошли наверх. А я стою и думаю, ну очевидно, что вообще не вариант туда идти. Ну вообще совсем. И поэтому пошел вниз один разведать обстановку. Выход на крышу Владиславу показался небезопасным. Еще раз проверив лестницу, решил, нужно спускаться. После вернулся за остальными. В какой-то момент на третьем этаже кто-то открыл дверь. Ну а я помню, что мы все двери закрывали. Просто так эту дверь не найти. И с целью не напугать остальных, просто всех поднял, сказал, давайте обратно на крышу. Я там заметил еще одну лестницу. А там было две лестницы. Одна, которая вела на крышу, в которую мы, собственно, спускались. И вторая, которую я заметил, не заметили остальные почему-то, и я их повел уже туда. На тот момент, когда я выходил, было там 10 или 12 минут, что-то такое. Уже начали подъезжать скорые, начали подъезжать полицейские. Ну из-за того, что там толпа таксистов, много машин, сложно проехать. Поэтому в момент, когда я уходил, еще не было разгона полицейскими или скорой. Но скорой уже начал помогать. 16-летний подросток позвонил маме лишь когда вывел людей и выбрался сам. Поговорил коротко, без подробностей, как и полагается настоящему мужчине. Я полдевятого маме позвонил, сказал, мам, все хорошо. Она спросила, ну что случилось, собственно. Я говорю, по новостям узнаешь. Она сказала, говори сейчас. Ну и вкратце я писал. Она сказала, я тебе сейчас дядю отправлю, он же как раз в Митине живет, и все, и заберем. Где-то в половину десятого я только оттуда уехал, потому что он помогал людям. Так-то у меня была возможность уехать самостоятельно, но я пренебрег, и за мной заехали. Мы были в шоке, если честно, сначала, потому что мы не понимали вообще, о чем он говорит. А так вот сказал, мамка со мной все в порядке. Говорит, мы вышли, мы на улице, на мосту находимся. Не пускаем людей, ну как он сказал тогда, не пускаем людей, чтобы шли в сторону крокуса. Поверить в случившиеся мама юноши не может до сих пор. Поступкам сына гордиться. А для его, маленькой сестренки, он и так всегда был настоящим героем. Меня, мальчики, которые старше меня на года два, облили водой с ног до головы. Рядом тогда брат проходил, и он куда-то их повел. Потом они, мальчики эти, передо мной извинили. Владислав Марон – скромный, отзывчивый и добросовестный студент, говорят его преподаватели. О том, что их ученик был там, в момент трагедии узнали только спустя время. Он изменился. Знаете, у него стали другие глаза. Пришел другой человек, взрослый человек, который видел, как там было страшно. Я думаю, это урок для многих детей, для всех студентов, как надо себя вести в таких чрезвычайных ситуациях. Он проявил выдержку, спокойствие и, главное, он спасал людей. Как он мне сказал, я спас всего лишь четверых. А что я ему ответила, что даже одна жизнь бесценна. Ты молодец. Теракт в Крокус-Сити-Холл унес жизни больше 130 людей. Свидетелем той страшной трагедии был наш земляк. Благодаря таким, как Владислав Марон, юным ребятам и удалось спастись людям в той страшной трагедии. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.